Добрый день! Сегодня в этом видео мы рассмотрим, как добавлять и удалять ресурсы Primavera PSX. Для начала уточним, что в Primavera PSX используется три типа ресурсов. Трудовой – это люди, нетрудовой – это какая-либо техника и материальный – это материалы, используемые в создании конечного продукта. Трудовой и нетрудовой измеряются в масштабе времени, часах, днях, годах и т.д. Материальные ресурсы измеряются в единицах измерения количества – штуки, литры, тонны и т.д. Приступим! Запускаем Primavera PSX. Создаем небольшой проект, у меня уже создан. Для того, чтобы зайти в ресурсы, на левой стороне панели управления нажимаем «Человечка». При наведении курсора под ним будет написано «Ресурсы». В подробных сведениях сразу видны типы ресурсов – трудовые, нетрудовые и материальные. Ресурсы добавляем так же, как и работа. Справа вверху есть плюсик, нажимаем «Плюсик». В ней появляется новый трудовой ресурс. Можно поменять название ресурса, например, на «Петрова Петра». А также возможно поменять идентификатор, например, на букву «М». Также здесь сразу на панели можно поменять тип ресурса. Добавим новый ресурс. Как видим, он стал сразу под уровнем первому «Петрову Петру». Для того, чтобы ресурс стал верхнеуровневым, нужно воспользоваться на правой панели управления стрелочкой, переместить влево. Теперь ресурс стал в том же уровне, что и «Петров». В подробных сведениях меняем тип ресурсов на нетрудовые и видим, что человечек поменялся на шестеренки. Также меняем идентификатор на букву «Т» и наименование на трактор. И, наконец, добавим материальный ресурс. Нажимаем «Плюсик». Также с помощью стрелочки делаем его верхнеуровневую и подробных сведений оставим материальный. Также поменяем название идентификатора ресурса. Для материального ресурса необходимо выбрать единицы измерения. В «Премовой РПСХ» показываем стандартные предустановленные единицы измерения. Для корректировки справочника и создания новых единиц измерения необходимо зайти в «Настройки», «Категория администратора», «Единицы измерения». Здесь уже можно добавить или удалить какие-либо виды единиц измерения. Добавим, например, литры. Также можно добавить любые нужные вам единицы измерения. Нажимаем «Закрыть». Теперь для нашего ресурса «Кирпич» мы можем использовать единицы измерения литра. Для всех типов ресурсов мы можем выбрать валюту. По умолчанию стоит валюта, выбранная изначально на проектах. У меня русские рубли. Для трудовых и нетрудовых можно поставить галочку «Разрешить переработку» и установить коэффициент переработки. У каждого ресурса есть интенсивность. По умолчанию он составляет 8 часов в день для трудовых и нетрудовых ресурсов. Для материальных интенсивность составляет 8 единиц в день. Также на каждый ресурс можно установить свой календарь. По вкладке «Количество и цены» можно установить стоимость ресурсов за час. Для Петрова установим 10 рублей за час. Для трактора 50 рублей за час. И стоимость кирпича пусть будет 1000 рублей за единицу. Во вкладке «Коды» можно будет в дальнейшем проставить коды на ресурс, когда создадите справочный кодок. Во вкладке «Общее» также можно поменять и название, и идентификатор. А также есть и другие значения ресурсов, которые можно добавлять по необходимости. Возвращаемся в операции и назначим ресурсы на работу. Например, на работу А1010 назначим Петрова. На работу А1020 назначим трактор. Сразу в свойствах указываются плановые затраты, зависящие от количества дней работы и часовой ставки ресурса. А на работу А1030 добавим ресурс-кирпич. Введем новую колонку «Плановая общая стоимость». И сразу на все работы видно, какие затраты запланированы, в зависимости от ставки и количества рабочих дней. На этом видео о создании и назначении ресурсов мы закончим. Если нужно глубже рассказать про работу с ресурсами, напишите в комментариях. Просьбу Руслана Джаркеева снять ролик про «Эскривые» я прочитал и сниму в скором времени. Данное видео можно считать подготовкой для ролика про «Эскривые». Продолжение следует...